Звезды — это Божьи проповедники, которые живут, отражая славу Божию. Звезды свидетельствуют днем и ночью. Наш Бог — Бог силы и могущества. Наш Бог — Бог сверхъестественного. Наш Бог — Бог чудес. Возлюбленные, никогда не забывайте, что мы служим Богу, творящему чудеса. Мы служим Богу, творящему невозможное в нашей жизни. Давайте откроем 18-й псалом. Я продолжаю серию проповедей из псалмов. В первом стихе сказано, что небеса проповедуют славу Божию. Если вы когда-либо вглядывались в небеса и чувствовали пребывание и славу Божию, то вы понимаете, о чем говорит псалмопевец. Даже посреди бурь и штормовых ветров мы можем видеть искусную силу Божию. То, о чем говорит псалмопевец, это именно то, о чем писал Павел в первой главе послания к римлянам, да и во всем посланиям. Звезды — это старейшее свидетельство Бога. В Библии есть два завета — Ветхий Завет и Новый, но до этих двух заветов или свидетельств было и другое свидетельство. Речь о звездах небесных. Звезды — это Божии проповедники, которые живут, отражая славу Божию. Звезды говорят днем и ночью. Наш Бог — Бог силы и могущества. Наш Бог — Бог сверхъестественного. Наш Бог — Бог чудес. Возлюбленные, никогда не забывайте, что мы служим Богу, творящему чудеса, чья рука не сократилась, чтобы помогать его детям. Но есть одна проблема. В наше время много проблем, но главная проблема церкви 21 века — это то, что они упустили из виду великолепие и изумительность нашего Бога. Мы относимся к Нему как к знакомому, а не как к Богу, которому Он и является, Богу могущества и силы. Вот в чем истина. Задолго до того, как Евангелие было записано в Священном Писании, задолго до того, как священники и пророки стали заявлять, «Так говорит Господь», «Божие послание было написано на небесах». Сила, присутствие и личность Бога провозглашаются в небесах Его творения. Конечно же, в прошлом были люди, которые смотрели в небо, видели звезды, солнце и луну, и начинали поклоняться им, а не Богу, который их создал. И самое удивительное, то, что тот самый Бог, который рассыпал эти звезды по орбитам, любит вас. Он любит, любит и любит вас. И Он называет нас друзьями. Разве же это не удивительно? Разве это не потрясающе? Дорогие, я полностью убежден в том, что сейчас, как никогда раньше, дети Божии должны перестать пасовать перед сомневающимися скептиками и политкорректностью нашей культуры, и начать проповедовать Евангелие Бога, который поместил звезды на их орбиты. Я все еще в первом стихе. Это самый важный стих. Первый стих. Небеса. Это слово во множественном числе. Вы заметили? Небеса. Не одно небо, а множество. Их много. Множественное число. Библия говорит о трех разных небесах. Называются они одинаково, но между ними есть различия. Небеса номер один — это то, что мы видим своими глазами. Мы называем это небом. Это небо номер один. Далее, небо номер два. Это место проживания сатаны, где находится его престол. Сатана еще не изгнан в ад. Еще нет. Он будет изгнан, и может, даже раньше, чем он думает. Библия говорит, что сейчас он на небесах. В первой главе книги Иова мы видим, как Бог идет по небу и входит сатана. В послании к Ефесянам 6 главе сказано, что наша борьба не против плоти и крови, а против начальств и властей. Но, позвольте спросить вас, где? В Поднебесной. Библия говорит, что в последний день сатана будет сброшен с небес. Но есть еще и небеса номер три. Там находится Божий престол. Никогда не забывайте, что совсем не случайно на языке Библии небеса номер три выше небес номер два. Я уже готов восклицать, потому что знаю, что я собираюсь сказать. Это значит, что Бог смотрит на сатану свысока, будто бы напоминая ему каждый день. Я здесь главный негодник. Возлюбленные, никогда не забывайте, что наш Бог победил сатану. Нашего Бога не расстраивает сатана. Нашего Бога не может победить сатана. Даже тот факт, что он находится над сатаной, означает, что его имя выше всякого имени. Он на наивысшем из небес. И вот он смотрит свысока на этого старого змея и каждый день говорит, «Я занимаю главенствующее положение, а ты — подставка для моих ног. Ты — побежденный змей, и твоя власть ограничена. И время твое ограничено. Ты носишься по земле, но тебе осталось всего несколько дней. Я заключу тебя в оковы и брошу тебя в озеро огненное. Сатана, ты был побежден на кресте, и ты больше никогда не поднимешься. Никто не сравнится с Господом. Никто. Но мы все еще в первом стихе. Буквально здесь сказано, что небо или небеса постоянно провозглашают славу Божию. Аминь. Бог использовал звезды, чтобы проповедовать мир. Возможно, Он даже и сейчас использует звезды, чтобы проповедовать мир. Из Писания мы знаем, что Бог использовал звезды, дабы проповедовать Авраама. Когда Бог впервые открылся Авраама. Не забывайте, что Авраам пришел из языческой культуры. Затем Бог открылся ему и начал использовать звезды, чтобы служить Аврааму. Он сказал Аврааму, что его духовных потомков будет так много, как звезд на небе. Мы с вами, принявшие Иисуса Христа, являемся духовным семенем Авраама. Мы, дети Авраама, по вере. И нам нужно жить именно так. Мы, как звезды в небе. Так давайте радоваться и жить в этой радости. Также Бог будет использовать небеса, чтобы объявить о возвращении Иисуса. В Евангелии от Матфея 24 главе наш Господь Иисус Христос сказал, «Что в те дни солнце потемнеет, луна не будет светить, а звезды попадают с неба». И тогда мы увидим Сына Человеческого, грядущего на облаках в силе великой славе. Также Бог использует небеса, чтобы провозглашать славу завоевания душ. Мы легкомысленно относимся к завоеванию душ. Мы легкомысленно относимся к распространению Евангелия. Если появляется возможность, если нам удобно, то мы это делаем. Но Библия говорит об особой славе завоевателей душ. В книге Даниила, 12 главе 3 стихе, сказано, «Мудрые воссияют, подобно сиянию небес, и те, кто ведет многих к праведности, подобно звездам, во веки навсегда». Также в притчах, 11 главе 30 стихе, сказано, что привлекающий души есть человек мудрый. Возлюбленные, послушайте меня. Ваше желание, ваше усилие, ваша жертва, ваша молитва, и ваша намеренная проповедь о Христе, и свидетельство о Христе другим людям определяет ваше сияние в небесах, в славе вечности. И вот мы подходим ко второму стиху. Наконец-то мы дошли до второго стиха. 24 часа в сутки. Именно столько времени провозглашается слава Божия. Когда солнце поднимается утром, что оно провозглашает? Оно провозглашает славу Божию 24 часа в сутки. Солнце провозглашает, что ночью появится луна. А когда выходит луна, она провозглашает, что утром будет солнцем. Солнце и луна — полные противоположности. Но они работают вместе, чтобы отражать славу Божию. День дню передает речь. И ночь ночи открывает знания. Еще одно послание, которое провозглашают звезды. Ваше время ограничено. Мое время ограничено. Солнце сияет в зените славы, как юноша или девушка в рассвете сил. В конце дня оно тускнеет. Возлюбленные, день заканчивается, неделя заканчивается, месяц заканчивается, заканчивается год, завершается жизнь. И этому учат нас звезды. Вот почему апостол Павел сказал, что нам нужно беречь время. Вопрос в одном — как вы используете свое время? Вы позволяете ему улетучиться, или же вы намеренно используете его для славы Божьей? И вот мы уже возле третьего стиха, где Давид пишет, «Нет языка и нет наречия», где не слышался бы голос звезд. Они, конечно же, не говорят, но их послание понятно. Это старые разъездные проповедники. В методистской церкви Уэсли начал движение разъездной проповедник. Он ездил по округе и проповедовал Евангелие по кругу. Потом к нему присоединились люди, которые разделяли его взгляд, и их стало уже много. Каждые 24 часа эти проповедники проповедуют по кругу. Каждые 24 часа они охватывают весь земной шар, и никто во всем мире не может пропустить их послание. Они отражают Божью праведность и осуждают всех, кто отказывается поверить в Него. Буквально, третий стих означает, что хотя их голос не слышен, и их речи не слышны, они несут глубокое послание. Это похоже на язык жестов. Вы когда-нибудь видели человека, говорящего на языке жестов? Человек не издает звуков, а лишь двигает руками. Вы только видите, как двигаются его руки. И звезды так же. Это двигающиеся руки Бога. «Я здесь», — говорят они, «славьте меня», «почитайте меня». Они говорят жестами, «примерно так». Они говорят, «уважайте меня». «Поклоняйтесь только мне». А в стихах с четвертого по шестой по всей земле расходится их влияние. Их слова летят во все концы земли. Если вы выйдете за пределы этого здания, то будете за пределами слышимости моего голоса. Вы не сможете меня слышать дальше. Хотя у меня есть близкий неверующий друг, который говорит, «Я никуда не могу от тебя деться». Я включаю телевизор, ты там. Я уехал в Амстердам, ты тоже там. Захожу в номер гостиницы, включаю телевизор, и там ты. Я отвечаю ему, «Друг, прими послание». Каждый раз, когда вы смотрите наверх, то видите и слышите голос Божьих евангелистов в небесах. Они говорят, «Бог здесь», и его глаза на боящихся его. А далее я предлагаю вам посмотреть на стихи с 7 по 13. Давид буквально переводит нас от слышания неизреченного голоса Божьего в звездах небесных. Когда мы слышим это неизреченное послание от этих небесных проповедников, они мотивируют нас лучше узнать Бога. А как мы можем узнать Бога? Из Его слова. Итак, эти евангелисты буквально приглашают нас прийти к Богу. А когда вы приходите к Нему, Он говорит, «А вот теперь познайте Меня. Узнайте обо Мне все, потому что Я знаю вас и люблю вас. Я люблю вас и хочу, чтобы вы знали Меня». Не забывайте, что звезды и природа взывают. Обратитесь к Богу. И вот вы приходите к Его Слову, чтобы узнать Бога, Который так звал вас к Себе. Почему? Потому что Библия говорит нам, что Слово Божие бросает вам вызов. Слово Божие ободряет нас. Слово Божие меняет нас. Слово Божие обличает нас. Слово Божие очищает нас. Оно также и исправляет нас. Именно об этом говорится в тех трех, вернее, четырех стихах. И вот вам очередной седьмой стих, в котором сказано, «Закон Господа совершенен, укрепляет душу». Это значит, что Слово Божие может обличить нас и вернуть нас к Богу. Как солнце возвращается на небо, так и Слово Божие возвращает кающегося грешника обратно к Богу. Восьмой стих ободряет нас. Повеления Господа праведны. Веселят сердце. В книге Неимии, восьмой главе, десятом стихе, сказано, «Радость перед Господом подкрепление для вас». Апостол Павел писал филиппицам, пока сам сидел в тюрьме, «Радуйтесь в Господе». Это четвертая глава, четвертый стих. «Всегда радуйтесь». Как часто нужно радоваться? Всегда радуйтесь в Господе. И еще говорю «радуйтесь». Так что мы должны делать это всегда, когда вы наверху и когда вы внизу. Не только когда все типи-топ, а всегда. Всегда радуйтесь, потому что ваша радость не от обстоятельств, а от кого? От Господа. Страх Божий чистый, и он пребывает вовек. В 10 стихе сказано, что Слово Божие меняет нас. Оно более желанно, чем самое лучшее золото. Я могу вам пообещать, когда вы боитесь мира и людей в мире, то будете желать золота этого мира. Но когда вы боитесь Господа, то будете жаждать Иисуса. Если вы боитесь мира, то будете жаждать силы, а если вы боитесь Господа, то будете жаждать чистоты. Когда вы боитесь мира, то угождаете людям. А когда вы боитесь Господа, то будете угождать Отцу. 11 стих говорит, Божье Слово обличает нас. Слуга Твой имя храним. Как видите, Слово Божие заставляет нас противостоять греху в нашей жизни. Слово Божие открывает скрытый грех, рак, греха. Библия не говорит, если мы покаемся в какой-то степени, то будем спасены также в какой-то степени. Нет, Библия не дает новое значение старому греху. Библия не называет это альтернативным образом жизни. Библия не называет это романом. Она называет это прелюбодеянием. Поэтому, когда Слово Божие предупреждает нас, нам нужно прислушиваться. И вот 12 стих. Слово Божие очищает нас от тайных или скрытых моих грехов. Очисти меня. Об этом просит псалмопевец. Что такое скрытый грех? Тайный грех? Это любой неисповеданный грех, который не омыт или не помещен под кровь Иисуса Христа. Когда вы исповедуете то, что вы делаете? Вы соглашаетесь с Богом? Бог видит нас насквозь. Когда вы отказываетесь исповедоваться, когда вы оправдываетесь и говорите, «Все из-за этой ситуации, все из-за этого человека, все это из-за вот этих обстоятельств», то это означает, что вы не согласны с Богом, и вы знаете, куда это может вас завести. Возлюбленные, я знаю только один выход. Я говорил и буду говорить это до самой смерти. Единственный способ, как можно разобраться с грехом в жизни, это исповедать, покаяться и поместить его под кровь Иисуса. Возлюбленные, конечно же, Библия говорит нам о двух очищениях. Во-первых, мы очищаемся позиционно. В тот день, когда вы приходите к Иисусу, каетесь в своих грехах и принимаете его своим Господом и Спасителем, позиционно Бог видит вас никогда не согрешившим, потому что Он видит вас через призму Иисуса. Позиционно. Но затем Библия говорит о ежедневном очищении, постоянном очищении. Иногда даже несколько раз в день. Я часто говорю, исповедуйтесь сразу же, как только осознаете, что согрешили, потому что так сатана не будет иметь ничего против вас. Но помнишь, как ты сделал вот то или вот это? Скажите, сатана, заткнись. Я покаялся в этом грехе и исповедовал его. Позиционный очист, но как проводить ежедневное очищение? Слово Божие отвечает на этот вопрос в послании к Ефесиным 5 главе 26 стихе, «очистив баню водную посредством слова». И снова речь о проведении времени в Слове Божьем. 13 стих исправляет нас. «И от сознательных грехов удержи своего слугу, не дай им власти надо мной». Мы совершаем сознательный грех, когда мы не только грешим сознательно или намеренно, а когда живем во грехе. Мы предполагаем, что Бог простит нас без исповеданий и без покаяния. В Новом Завете все грехи прощены через крест Иисуса Христа. Абсолютно все грехи. Но когда вы намеренно, осознанно и постоянно живете во грехе, вы буквально приглашаете последствия этого греха приклеиться к вам, и они, конечно же, приклеиваются. Вы сами удаляете себя от границ Божьей милости. 14 стих — это молитва, которую я часто произношу. Я молюсь ею здесь. Я молюсь ею ежедневно. И мы помолимся ею вместе. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны тебе, Господи, моя скала и мой искупитель. Программа «Указывая путь» выходит в эфир благодаря финансовой поддержке наших партнеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok